Центр социальной адаптации молодежи в Актобе заселили тех, кто остался без попечения родителей. Это студенты и работающая молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. Проект реализован благодаря финансовой поддержке частного благотворительного фонда. Теперь сиротам не нужно снимать квартиры, а можно жить и копить на приобретении собственного жилья. В гостях у новоселов побывала Елена Стимович. Это моя комната. Мне здесь все нравится. Мебель, все, кровать, балкон. 19-летняя Анна Литюшкина не может сдержать эмоции. Ее новое жилье с отдельной спальней, кухней и санузлом отделано качественно и со вкусом. 13 лет девушка прожила в детском доме. Позже воспитывалась в патронатной семье. В 18 лет приняла решение начать самостоятельную жизнь. Поступила в колледж, параллельно окончила курсы парикмахера и массажиста. Говорит, что главной проблемой для нее было отсутствие собственного жилья. Здесь все условия. Здесь мне прям все нравится. Я вообще благодарна, что меня когда-то сюда привезли. Социальный дом рассчитан на 110 жильцов. На его строительство благотворительный фонд выделил 4 миллиарда тенге. Всего построено 4 двухэтажных таунхауса секционного типа. Уютные квартиры площадью 43 квадратных метра оснащены мебелью и всем необходимым. Часть квартир рассчитана на выпускников специальных учреждений. Дети возраста от 23 до 29 лет будут оплачивать сами коммунальные услуги. Но то есть будем готовить их к самостоятельной жизни. Они будут уже узнать цену бытовым вещам. Будут проживать ребята в возрасте 16 до 23 студенты. Порядка 60 человек. И в социальный дом идут столько же. Организаторы проекта продумали и самое главное – трудоустройство молодежи. В социальном доме расположены сразу несколько цехов, где молодые люди смогут получить первый трудовой опыт и заработок. Это швейный цех, центр по ремонту обуви, цветочный магазин и салон красоты. Ключи от однокомнатной квартиры в элитной новостройке получила и выпускница областного дома юношества Ирина Кудрина. Местные спонсоры нередко помогают молодежи. Традиционная практика – пополнять счета ребят, которые копят на приобретение жилья. В этом году 12 воспитанников дома юношества уже собрали нужную сумму на покупку квартир и сейчас оформляют документы. Елена Устимович, Болтмол, Дагалиев, Октюбе, Хабар, 24.